Генетика генетикой, но антропологи тоже не сидят на месте и вносят свою лепту в исследование расселения людей по планете, тем более, здесь можно взять образец в руки и обмерять самостоятельно, так сказать, пощупать можно. В последней работе было измерено около восьми сотен черепов, дополненных документированными данными других исследователей, от позднего плейстоцена до Голоцена или настоящего времени из Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Океании. Чтобы не было путаницы, исследователи поясняют, что в данном исследовании под Северо-Восточной Азией они подразумевают современный Китай, Северную и Южную Корею, Японию, Монголию, Сибирь и Дальний Восток России, а под Юго-Восточной Азией – современную Мьянму, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Бруней, Филиппины, Тайвань, Андаманские и Никабарские острова. Анатомически современные люди первоначально мигрировали в Восточную Евразию до 65-50 тыс. лет назад, однако детали миграционных маршрутов с последующей популяционной историей были спорными. Новое краниоморфометрическое исследование в согласии с археологическими данными проливает свет на некоторые вопросы, одним из которых был вопрос о количестве основных волн миграций. Результаты указывают как минимум на двухслойную модель. Также интересно, какое влияние оказали вновь прибывшие на культуру и образ жизни людей, которые там уже жили. Еще один комплекс вопросов связан с ролью фермерских хозяйств в демографических процессах за последние несколько тысяч лет. Здесь внесу некоторые пояснения. Не стоит воспринимать схематическую карту слоев населения как карту маршрутов миграций. Эти маршруты были более сложными. Представленная схема лишь показывает общее направление и примерные даты. Также я решил не переводить названия археологических участков на графике. Во-первых, более понятными они от этого не станут, их всё равно трудно запомнить. Во-вторых, не хочется допускать грубых ошибок, ломать язык и ругаться. Что касается первоначального появления анатомически современных людей в Восточной Евразии, то крупномасштабные межрегиональные данные до сих пор предполагают наличие двух основных групп в южных и северных областях. Хотя в конечном итоге они могли происходить от общего предка до 65-50 тыс. лет назад. А своеобразным шлагбаумом к выходу сапиенсов из Африки служил Синайский полуостров, который большую часть времени был пустынным и практически непроходимым. В интересующем нас интервале для анатомически современных людей примерно от 80 до 56 тыс. лет назад. На южной стороне Восточной Евразии первые жители мигрировали одновременно в Юго-Восточную Азию, Австралию, Новую Гвинею и Тасманию. А с северной стороны люди, достигшие Северо-Восточной Азии, в несколько этапов рассосредоточились и по американским континентам, через Берингов пролив, в течение последнего ледникового периода, не забывая при этом смешиваться и с людьми, идущими с юга. Вероятно, картина была еще более сложной, учитывая растущие свидетельства многочисленных локальных вариаций и смесей, когда популяции людей встречались еще и с неандертальцами и денисовцами. А вот основные демографические изменения можно объяснить появлением и развитием фермерских обществ, которые также вызвали ряд миграций в течение нескольких тысяч лет. Археологические данные указывают на то, что выращивание риса и проса возникло в первую очередь в районах Китая на реках Хуанхэ и Янзэ более чем 9000 лет назад. Это в конечном итоге привело к переменам на всей территории Восточной Евразии и позже на островах Юго-Восточной Азии после 4000 лет назад. Параллельно с археологическими данными также интересны и лингвистические, которые затрагивают движения австранезийских и австроазиатских языковых семей, связанных с древними обществами, которые выращивали рис и проса. Учитывая значимость сельского хозяйства в формировании и росте популяции Восточной Евразии, это новое население должно было быть наложено на уже существовавшее более древнее, потому как азиаты, вероятно, уже тогда были большими затейниками в вопросах наложения одного населения на другое, поэтому детали могут быть удивительно сложными. Но потенциально они могут быть выяснены путём непосредственного изучения древних останков из соответствующих археологических памятников. Находки до начала земледелия и после продемонстрировали различия как в остатках пищи, структуре домов, погребальных практиках, так и других материальных археологических признаках, которые могут быть скоординированы с физической антропологией, включая и краниоморфометрические исследования. Результаты На графике с использованием 16 черепных измерений, основанных на определениях Мартина, от мужских образцов из 89 выборок наблюдается разделение надвое в двух основных кластерах. Первый включает австро-меланезийцев, а также позднеплейстоценовых раннеголоценовых восточных и юго-восточных азиатов , которые тесно связаны с обстановкой доземледелия и субнеолитической культурой Хуабинь. Второй включает северо-восточных и восточных азиатов , а также юго-восточных азиатов, по большей части относящихся к раннему земледелию и поздним популяциям. В рамках общих моделей кластеризации, естественно при ближайшем рассмотрении, можно наблюдать некоторое перекрытие или ком schwierig или обмен – как ожидаемый результат мелкомасштабной примяси. Например, точки данных для говорящих на австроазиатских языках фермеров разветвляются от кластера восточной Азии немного в сторону кластера с австрало-меланезийскими группами, или ведо-австралоидов. Точно так же, под кластер для групп, говорящих на австро-анезийских языках в островной Юго-Восточной Азии немного отклоняется от кластера Восточной Азии и разветвляется в сторону австраломеланезийских. А несколько образцов из культуры Гао-Мяо в провинции Хунань, неолитической пещеры Зиньпиньян и Андаманских островов, по-видимому, имеют слабую близость с популяциями Северо-Восточной Азии. Если первоначальные популяции анатомически современных людей Восточной Евразии во время плейстоцена обладали в основном австраломеланезийской родственностью, то как и когда эти группы уменьшились, а отдельные восточно-азиатские черты широко распространились за последнее время. Чтобы решить эту проблему, учёные исследовали серию человеческих скелетных останков из археологических памятников, периода ранних фермерских хозяйств, раннего земледелия и более поздних контекстов в Китае, Японии, России и Юго-Восточной Азии. Первый слой. Человеческие останки из последнего большого ледникового периода плейстоцена были решающими в этом исследовании. Ряд позднеплейстоценовых черепов из верхней пещеры в Джоукуудяне, север Китая, а также из участков в Людзяне, Южной Китай, Минатагава и Шераху-Сауне-Табару , Тампалин-Хлаос, Мох-Хи-Еу , Табон-Филиппины, Ниа-Малайзия, Водьяк-Индонезия и другие были датированы в диапазоне от 47 до 16 тысяч лет. В целом эти образцы предоставили множество достоверных крайне аморфометрических измерений. График показывает близкое сходство черепов между археологическими образцами из верхней пещеры Джоукуудяне и из Людзяня и Водьяка, а также с более крупными австраломеланезийскими и ведоандаманскими группами. Этот результат свидетельствует о том, что люди позднего плейстоцена, которые жили в этих местах, имели общее генетическое происхождение с анатомически современными людьми первой волны, поселившимися на большой части Восточной Евразии, а также в современной Австралии и Новой Гвинеи. Распространение анатомически современных людей в это время совпало с ледниковыми периодами, когда значительно более низкий уровень моря образовал огромные участки суши и более короткие водные переходы из Восточной Азии через материк и острова Юго-Восточной Азии с меньшими глубоководными преградами до Австралии и Новой Гвинеи. Исследователи задокументировали протяженность первого слоя в Южном Китае на основе участков охотников-собирателей возрастом около 14,5 тыс. лет. Эти исследовательские площадки включали Далунтан, Зиньпиянь, провинции Гуанси, Хунань и Фудзянь, а также остров Лян в Тайваньском проливе. Несмотря на то, что в этот период времени у рек Хуанхэ и Янзы люди уже выращивали рис и проса, группы охотников-собирателей всё ещё занимали южные регионы. Диагностические признаки останков этих охотников-собирателей включали наличие долихоцефального свода черепа, большие скуловые кости, заметно выделяющиеся надбровные дуги и глобелы, вогнутые переносицы, а также низкие и широкие лица. Примечательно, что древние японские охотники-собиратели Йомоны или Дзюмоны принадлежали к той же группе. В дополнение к образцам из Китая, в этом анализе в основном были представлены до неолитические группы охотников-собирателей Юго-Восточной Азии из пещерных археологических участков Хуабиньских слоёв, которые содержали галько-инструментальный комплекс. Культура Хуабинь существовала на протяжении IX-III тыс. до н.э. Полученные данные показывают, что все проанализированные останки хуабиньцев из Вьетнама и Малайзии имели общие черепные характеристики с австраломеланезийцами. Эти черты были сохранены в более поздних пост-хаабинских охотниках-собирателях, в том числе во Вьетнаме и на Суматре, Индонезия, возрастом 6,5-5 тыс. лет соответственно. Второй слой. Популяция второго слоя связана с современными людьми Северо-Восточной Азии, включая всесибирские этнические группы. Формы черепов отражают сильную межгрупповую однородность. Их можно описать как людей монголоидного типа с более плоскими и длинными лицами и сравнительно короткими головами. Эти формы возможно возникли у людей, которые жили в холодных условиях и адаптировались за счёт уменьшения общей площади поверхности тела. В неолите бронзовом и железном веках в Восточной Евразии эти северные популяции постепенно вытеснили и ассимилировали живших там ранее охотников-собирателей. Преобладающая гипотеза о происхождении второго слоя и распространении его потомков в большей части Восточной и Юго-Восточной Азии предполагает ключевую роль сельского хозяйства, основанного на выращивании риса и проса, в содействии росту и расширению этого населения. Сельскохозяйственные традиции прослеживаются с 9000 лет назад в районе рек Хуанхэ и Янзы. В период с 7 до 5000 лет назад сельское хозяйство поддерживало ряд крупных поселений, которые со временем расширились по всему Китаю, а их жители создали сложные социальные, политические, экономические и религиозные системы. Ранние китайские фермерские группы имеют близкие родственные связи со своими сибирскими коллегами из Северо-Восточной Азии, в результате чего исследователи делают вывод, что второй слой населения был связан с самыми ранними участниками сельского хозяйства в регионе, и на этот слой сильное влияние оказал поток генов, ассоциированный с жителями Северо-Восточной Азии. Их черты явно отличались от ранее существовавших в регионе австраломеланезийских. Как в более древних выборках из Китая и Юго-Восточной Азии. Предыдущие исследования с использованием археологических данных и лингвистики показали, что в Юго-Восточной Азии произошёл замечательный культурный переход 4,5-4 тысячи лет назад. Это подтверждается наличием останков людей из второго слоя во Вьетнаме, Лаосе и Таиланде, что отражает расширение неолитического образа жизни с фермерскими хозяйствами, более продвинутыми технологиями изготовления инструментов и керамики. А также изменения коснулись структур поселений, которые были аналогичны поселениям в долине реки Янзы. Эти традиции распространялись через Южный Китай, материковую островную Юго-Восточную Азию, Тайвань и в конечном итоге в океанию. Наборы крайне аморфологических данных в этом исследовании последовательно подтверждают сходство неолитических популяций в Южном Китае и Юго-Восточной Азии, датированных от 5 до 4000 лет и немного позже в океании, с популяциями второго слоя из Северо-Восточной Азии. Это отражается и в погребальных традициях, когда более древние захоронения в согнутом положении, сменяются погребениями в вытянутом положении. Что наиболее контрастно выглядит в Китае и Юго-Восточной Азии, где археологические данные показывают сходство захоронений людей из первого слоя на протяжении тысячелетий, которые были резко заменены захоронениями второго слоя на огромной площади. Однако не по всей Юго-Восточной Азии была резкая замена и ассимиляция первого слоя вторым. Взаимодействия между различными популяциями, по-видимому, были более сложными в некоторых районах Юго-Восточной Азии. В отдельных регионах представители первичных миграций с австраломеланезийскими чертами продержались до 2400 лет назад, хоть и стали более разнообразными. Такие поздние переходы в Бронзовом и Железном веках происходили в некоторых регионах Вьетнама и Суматры, Индонезия. Внутренние миграции Сходство черепо Убунунов Тайваня, жителей Суматры, Малукских островов, Филиппин и Сулавеси предполагает интенсивные торговые сети, обмен и миграции, проходящие через Южный Китай. Кроме того, их скопление на юге Китая и более позднее прибытие на острова Мадзу в Тайваньском проливе подразумевает их отдалённую родину где-то на юге Китая. Лингвистические данные приравнивают эти древние экспансии к семейству австронезийских языков на Тайване, участках материковой части Юго-Восточной Азии и большей части островов Юго-Восточной Азии и Океании, а также к семейству австроазиатских языков в материковой части Юго-Восточной Азии. Общая неоднородность, наблюдаемая в этом подкластере, предполагает региональные различия в количестве генетических примесей при скрещивании популяции первого и второго слоя, хотя особенности популяции Северо-Восточной Азии были доминирующими. Кластеризацию с неавстронезийскими группами Таиланд, Мьянма, Камбоджа и Лаос можно объяснить результатами переменных соотношений между потомками ранних групп коренного населения и более поздними иммигрантами. Такое распределение не может быть объяснено одноволновой моделью заселения или региональной непрерывностью всех групп населения в целом. Даже такие группы малорослых австралоидных племён филиппинских островов, как Аэто и Семанхские негрита из внутренней части Малакского полуострова, несмотря на то, что они обладали фенотипически различимыми чертами от окружающих людей, такими как маленький размер тела и тёмный цвет кожи, также по-видимому скрещивались с окружающими популяциями. Учитывая большие различия среди образцов Юго-Восточной Азии, в отличие от сравнительной однородности образцов Северо-Восточной Азии, наиболее вероятный сценарий включает сильно однородный по составу генетический вклад популяции Северо-Восточной Азии в разнообразные регионы Юго-Восточной Азии. Заключение. Результаты из нового исследования показывают чёткое разделение надвое между первым и вторым слоями населения, которое остаётся последовательным в больших географических масштабах и предполагает общее генетическое происхождение источников второго слоя, а также его распространение по Восточной Евразии, что указывает на однородный второй слой населения, а не на случайное получение одного и того же результата на нескольких участках из-за воздействия климата, питания или других локализованных факторов, которые могли повлиять на морфологию черепа. Результаты из данного исследования находят дополнительную поддержку в неметрической стоматологической морфологии, которая, как правило, находится под сильным генетическим контролем и независимо от воздействия окружающей среды, указывая на те же два слоя популяций. Одна из групп наблюдается у австраломеланезийцев и ранних юго-восточных азиатов, что соответствует первому слою. Другая группа отмечена у северо-восточных азиатов и американских индейцев, что согласуется со вторым слоем. Это исследование также соответствует и результатам генетических анализов. Одним из ключевых моментов истории был процесс глубокого разделения признаков у анатомически-современных людей за пределами Африки, что привело к разделению и разнообразию современного восточноевразийского населения. Следы этого разделения были обнаружены в образцах из Вьетнама, филиппинских негрита и охотников-собирателей йомонов в Японии. Генетические исследования выявили, что примесь денисовцев наиболее заметна в филиппинских негрита и в разной степени в других австраломеланезийских популяциях, что указывает на особый древний вклад в первый слой суши Юго-Восточной Азии и дальнейшую эмиграцию его представителей в сторону Австралии. А отсутствие примесей денисовцев у представителей второго слоя из Северо-Восточной Азии предполагает их отдельное происхождение от жителей Юго-Восточной Азии и Австралии, которые связаны с современными австраломеланезийскими и филиппинскими негрита. Однако как образовалась популяция в Северо-Восточной Азии до прихода в район Хуанхэй-Янзы около 9000 лет назад? В одном из возможных сценариев древние люди из первого слоя с австраломеланезийскими чертами переместились в Сибирь и впоследствии адаптировались к чрезвычайно холодному климату во время последнего ледникового максимума 24-16 000 лет назад. Другая возможность могла быть связана с Западной Азией или европейским происхождением, когда люди мигрировали из Западной Восточной Сибири через Северную Евразию. Но эта проблема пока не решена, потому как довольно мало находок из плейстоцена Сибири. Ещё до адаптации к холодному климату, включая уплощение лица. Среди немногих известных находок сибирских анатомически современных людей до 40 000 лет является Устешимский человек возрастом 45 000 лет. Данные анализа ДНК указали, что он был представителем популяции Северной Евразии. У него были общие предки с современным восточноевразийским населением и доземледельческим западноевразийским населением, с незначительными следами неандертальского генома, как у современных монголоидов. Ещё один анализ ДНК 40 000-летнего человека из пещеры Тянь-Юянь под Пекином показывает тесную генетическую связь с некоторыми современными восточноазиатскими популяциями и отличия от ДНК нынешних жителей Европы, что предполагает расхождение между европейскими и азиатскими популяциями уже в те времена. Принимая во внимание все данные, две популяции анатомически современных людей в восточной Евразии отражают глубокое расхождение, которое скорее всего связано с отдельными миграционными событиями и маршрутами, как это выражено в описанной модели. Эти два миграционных сценария могли быть разделены Гималаями, создавая барьер между южными и северными маршрутами. До настоящего времени самый северный след людей из первого слоя был отмечен в серии пещер Джоукоудяня в данном анализе краниометрии, а северный маршрут менее ясен с точки зрения палеогеографии. По гипотетическому сценарию авторов исследования предки северо-восточных азиатов мигрировали через Сибирь из Западной Евразии около 45 000 лет назад, а их археологические следы включали технологию микролезвий. Позже их потомки развили совершенно другую культурную стратегию в Китае после 9 000 лет назад с одомашненным просом и рисом, а их более поздние потомки значительно расширили ареал обитания, создавая различные фермерские хозяйства. При этом они значительно отличались от первых жителей как по черепно-морфометрическим характеристикам, так и по погребальным традициям керамики и структуре поселений. В общем, хоть исследование и не отвечает на все вопросы, в комплексе оно довольно интересно. А также исследование подчёркивает, что нельзя судить о древних исторических миграциях, отталкиваясь от нынешнего места проживания отдельных фенотипически отличающихся популяций, как это часто делают люди, начинающие интересоваться древней историей. А я на этом не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.